Кроссфит начинается именно с азов понятия, что такое кроссфит. В своем первом видео я рассказал простым языком, что такое кроссфит. В этом видео мы продолжаем. Вы узнаете, зачем и почему нужно тренировать кроссфит. Меня зовут Федоров Сергей, я кроссфит-тренер второго уровня. И если вы готовы, давайте начнем. Кроссфит это не спорт, это не направление фитнеса. Это и есть фитнес. Кроссфит это общая физическая подготовка, где сбалансированно развиваются 10 основных физических качеств. И если вдруг по какой-то причине вы тренируете одно качество больше, и при этом другие качества вас отстают, то вы выбиваетесь из понятия кроссфит и уходите в узконаправленную деятельность. Так, посмотрите, любой вид спорта это узконаправленная деятельность и есть. Тяжелоатлетика, мощный подъем максимального веса, легкая атлетика, быстрое преодоление дистанции. Все виды спорта нацелены на какую-то определенную задачу. Все они имеют свою задачу, которая добивается путем тяжелых специальных тренировок. Кроссфит развивает базу. 10 основных физических качеств, которые развивает кроссфит. Первое, это работоспособность сердечно-сосудистой системы. Что это такое? Это способность организма накапливать, обрабатывать, доставлять кислород и энергию вашему организму. Как это может выглядеть в жизни? У вас не кружится голова, у вас нет отдышки, вы очень быстро восстанавливаетесь после тяжелых физических нагрузок, вы очень быстро восстанавливаетесь даже во время физических нагрузок, у вас нормальное давление, не болит голова, вы себя прекрасно чувствуете, вы очень хорошо спите и вы всегда на подъеме в хорошем настроении. Также эта способность организма влияет на то, как вы будете переносить физические нагрузки. В начале тренировок новички очень часто испытывают головокружение, тошноту и рвотный рефлекс. Это и есть неразвитая сердечно-сосудистая система. Тренируйте ее и все будет в норме. Следующее качество – это выносливость. Выносливость – это возможность организма сохранять ту же работоспособность на протяжении длительного времени. Как это выражается в жизни? Вы просто можете делать одно и то же, либо какой-то замкнутый цикл, продолжительное время, не теряя скорости, темпа, качества и так далее, так далее, так далее. Вы просто не устаете. Ваш организм настолько налажен, что он сохраняет определенный пульс, определенные действия очень длительное время. Про таких людей говорят – он просто машина. Следующее качество – это сила. Сила – это способность мышечных волокон производить усилия. То есть, для того, чтобы научить организм сокращать огромное количество мышечных волокон, вы должны тренироваться с отягощениями, разрабатывая, развивая свою силу. Сюда входит любая работа с отягощениями. Тяги, подъемы, переносы, толчки, жимы и так далее, так далее. Тренируйте, развивайте свою силу. Следующее качество – это гибкость. Это способность организма развивать максимальную амплитуду движения для заданного сустава. Тренировки кроссфит, развивая гибкость, могут выглядеть следующим образом. Это оверхед приседания. Приседания с каким-то весом, с удержанием над головой. Это киппинг, это некая раскачка на турниках, это мостики, это удержание уголков, это приседания, выпады в стороны. Это обычные даже приседания. Все движения знакомые, все движения базовые. И это развивает кроссфит. Это качество является одним из самых главных. Следующее качество – это мощность. Это способность организма прикладывать максимальное усилие за короткое время. Понимаете, что это такое? Это прыжок вверх, это бросок, это метание, это рывок, это толчок, это все самые мощные, очень сильные движения за короткий промежуток времени. Мощность. Следующее качество – это скорость. Это способность организма минимизировать время прохождения какого-то цикла в повторяющемся движении. Бег, рывки, махи, прыжки. Все движения, выполняемые в каком-то цикле, должны выполняться на скорости. Следующее качество – это координация. Это способность организма сводить несколько траекторий движения в одно целое. Возьмем, к примеру, рывок. Он состоит из нескольких движений. Это сначала тяга, дальше подрыв, перемещение штанги в верхнюю точку, уход в сет, сохраняя при этом координацию, прием штанги и полное выпрямление. Ловкость – способность организма минимизировать время перехода от одной модели движения к другой. Вы знаете ловких людей? Как они выглядят? Что они делают для того, чтобы создать ловкость? Вы думаете, они поджарые, поэтому ловкие? А вы нет? Кроссфит развивает ловкость во всех своих комплексах. В комплексах, где присутствует несколько упражнений, где некоторые упражнения даже состоят из связок. Следующее качество – это баланс. Это способность контролировать перемещение центра тяжести тела в точке опоры. Контроль баланса должен присутствовать во всех сложных, тяжелых движениях. Кроссфит развивает баланс в каждой тренировке, где присутствует перемещение объектов собственным центром тяжести. Махи-гири, броски мидбола, даже возьмите ходьбу на руках. И последнее качество – это точность. Это способность организма контролировать заданное движение в заданном направлении с заданной интенсивностью. На своих тренировках Кроссфит развивает все эти 10 основных физических качеств равномерно. И если вы начинаете усиливать какое-то качество поверх других, то все остальные начинают отставать. Это называется дисбаланс. Кроссфит руководствуется тем, что все качества должны быть сбалансированы. Это и будет называться общей физической подготовкой. Ни одно другое фитнес-направление не дает такое сбалансированное развитие вашего организма. Когда вы начинаете тренироваться, помните об этом. Следите за тем, чтобы вы не заигрались на тяжелых весах или не заигрались со штангой. Не заигрались с кардио-тренировками или работой на турнике. Все это должно быть сбалансировано. Обратите внимание на свой недельный план тренировок. Вы можете очень просто его уже сейчас спрогнозировать и написать. Возьмем трехдневный план тренировок. В первый день вы можете сделать только силовую тренировку на одной из базовых упражнений. Второй день вы можете сделать кардио-тренировку продолжительностью гораздо больше, чем тренировка силовая. И в третий день вы можете заняться только работой собственным весом тела. Со временем, средним между первым и вторым. Вот пример. Пример первого дня. Ваша задача определить, с каким максимальным возможным весом вы сможете присесть со штангой на спине на 5 раз. У вас есть бесчисленное количество подходов. У вас есть 45 минут времени для того, чтобы определить, какой же вес на штанге максимальный для вас именно на сегодня. Отталкиваясь от предыдущего задания, мы выстраиваем следующее. Пробегите за минимально возможное время расстояние 3200 метров. Результат запишите. Здесь вы можете бежать, идти пешком, бежать в легком темпе. Все равно как. Это только начало. Нам важен результат. А результатом здесь будет выполнение. И заключительной тренировкой этого начального цикла может быть простое задание. Выполните максимальное количество берпи за 7 минут. Выполняйте это в своем темпе. Старайтесь не останавливаться. Этот мини-цикл даст вам прямое представление о тренировках кроссфит и о построении тренировок кроссфит. На следующих занятиях мы с вами поговорим о модальностях. Что это такое, с чем их складывать. И этот мини-курс, я думаю, будет очень полезным для тех, кто хочет начать тренироваться и тренировать кроссфит. На этом все. Всем удачи. Всем пока. С вами был тренер Федоров Сергей. Продолжение следует.